Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о таком вот неприятном моменте на Алиэкспресс, как мошенничество и о некачественной работе почты, точнее о воровстве на почте. Начнем, наверное, с Алиэкспресс. Многие из нас, наверное, видели, как неприверные продавцы продают очень хороший и дорогой товар по достаточно низким и доступным ценам. Я лично не покупаю таких продавцов, но мои знакомые покупают, и вот столкнулись с такой вот проблемой. Мы заказали планшет всего лишь там за 40 с копейками долларов, и тестовка была DHL, что-то в районе 10 баксов. Продавец отослал, все как полагается. Вот даже один из товаров у этого продавца я смотрел и кинул себе в корзину, чтобы отслеживать как бы дальнейший рост цен у этого продавца. Мне было просто интересно. Пытаемся зайти на страницу товара. Страница уже закрыта, магазин полностью закрылся у продавца. Получается, что покупатель планшета писал данному продавцу и просил ему вернуть деньги за то, что как бы нет товара. Или разъяснить, почему вот за указанные 4-5 дней доставки DHL он не получил свой товар. На что продавец ему предложил следующий вариант. Даже сам. То есть покупатель не открывал спор. Открыл его продавец. Впервые я с таким столкнулся. У меня лично такого никогда не было. Продавец открыл спор, в котором он предлагал покупателю 5 долларов за, так скажем, моральный ущерб. То есть за несвоевременное получение товара. И продавец писал там длинное письмо, в котором он, дословно вам скажу следующее, в котором он говорил, что, мол, дорогой друг, извини, пожалуйста, что ты не получил вовремя свой товар. Вот возьми за день просрочки, типа 5 долларов, завтра ты получишь свой товар. На что мой знакомый удивился, конечно же, и поинтересовался у меня, можно ли вообще такое вот сделать. Следующий момент. Если вам предлагает продавец любую какую-то сумму возврата, даже если вы открыли спор, допустим, вот как здесь вот цена, вместе с доставкой 59.95. Продавец вам предлагает 5 долларов, как бы, компенсации. Если вы нажмете да, и вы согласны, как бы, с этим, вы получите эти 5 долларов, но остальную сумму в размере 54 долларов 95 центов вам уже никто не вернет. Не имеет значения, получили вы товар, не получили, деньги никто не вернет. На Алиэкспресс в основном распространены такие вот случаи мошенничества. То есть либо вам предлагают какую-то сумму, вы соглашаетесь, получаете эти деньги, а остальные остаются продавцу. Либо же они очень хитро делают с временем доставки, то есть могут указать вообще 3 дня. И, допустим, если вы привыкли, что там время 60 дней вы получаете товар, вы как бы не отслеживаете ближайшую там неделю. Китайцы якобы грузят товар в тот же день, может, когда вы купили его. И буквально через 2 дня истекает полностью срок защиты товара. И если вы не отслеживаете сообщение на вашей почте, в котором приходят уведомления о том, что истекает срок доставки товара, то вы просто-напросто повороните сроки и автоматически зачислятся деньги продавцу. То есть как бы есть такие вот нюансы недобросовестные. Касательно вот этого вот продавца, который, получается, что предложил 5 долларов. Пока вот, получается, мой товарищ думал, гадал, что же делать. Видно, много очень покупателей пожаловались на этого продавца. И, получается, все его операции были заморожены. Вот тут даже пишется, операция заморожена. Пока что возврата денег еще не было, но я думаю, что администрация сайта вернет полностью все денежные средства. То есть нужно очень скептически относиться к низким ценам и еще и к очень дешевой Диачелевской доставке. То есть лучше купить подороже, но зато вы будете уверены, что вы получите свой товар. Следующий нюанс касательно посылок вообще хоть с Китая, хоть еще откуда-то, это, скажем так, воровство на почте. Вы можете заказать у китайца, все будет замечательно, он вам действительно все отправит. Но, как только придет ваше отделение или по пути ваше отделение, никто вам не гарантирует, что вы вообще получите свою посылку. Так, расскажу вот следующий случай. Получается, что я заказывал одному знакомому телефон. Телефон должен был поехать в Россию. То есть как бы я мог заказать на свой адрес, но потом нужно было мне заморачиваться, чтобы отсылать еще ему в Россию. И поэтому я заказал сразу напрямую ему в Россию телефон. Телефон я заказал АНЮ В3, получается. Сейчас я вам его покажу. Получается, я заказал телефон, но проблема была в следующем. Телефон пришел на почту, пришел вовремя. Но когда мой знакомый получал тот товар, он получил вот следующий пакет. На первый взгляд, ну, вскрыли на таможне пакет, да. Тут еще вот, где белый целлофан, получается, прозрачный, туда прицепили еще, как бы, что-то наподобие путевого листа. Насторожилось следующее. Во-первых, изменился очень сильно вес. Вес посылки, когда она отправлялась из Сингапура, был около 470 граммов. Когда он пришел в его почтовое отделение, посылка уже весила 47 граммов. Было зачеркнуто название, что здесь мобильный телефон такой-то, такой-то. Было написано, что здесь mp3-плеер. Действия, какие вообще при таком могут быть? Во-первых, явно видно, что по скотчу, что это было все сделано во Внуково, то есть посылку вскрыли во Внуково, и там она потеряла очень сильно в весе. Какие ваши действия? Когда вы получаете такую посылку, нужно сразу же отказаться от ее получения. То есть вы пишете на почте отказ, что-то наподобие акта составляется, что вы отказываетесь получать данную посылку. Объясняйте это тем, что посылка повреждена целостность посылки. И вам обязуется главный, я не знаю, как это должно называться, но главный на почте обязуется вам подписать этот акт, в котором она расписывается, вы расписываете, что вы рассмотрели со всех сторон, но не вскрываете. Получается, в таком случае вы можете предъявить по законодательству претензию почте. Так как до Москвы вес у нее был один, но он изменился после Москвы. То есть факт хищения налицо. Во Внуково посылку вскрыли, и она потеряла значительно в весе. Что же тут делать? Честно, однозначного решения нет. Лучше, конечно, биться с почтой. Доказывать им, что действительно я не получил, и так дальше. Можно им также чеки предоставить о том, что какая стоимость была товара, и какой вы учеб понесли. Тут касательно, вот я вам говорил, что составляется акт, в котором прописывается, что, я не знаю, вы будете видеть или нет, но вот здесь вот проставляются пункты, что оболочка повреждена, так, в разной форме разрыва, что-то такое вот, и указывается вес, там, посылки какой сейчас, откуда нашла и так дальше. То есть необходимый реквизит. Честно, вот биться можно только с почтой. Касательно, если открыть диспут на Алиэкспресс, я открыл диспут на Алиэкспресс сразу же, конечно, но по факту-то китайцы тут ни при чем посылка была одного веса, но в Москве она потеряла в весе. То есть я лично не нашел пунктов, которые могли бы помочь в решении данной проблемы. То есть на Алиэкспресс не прописано, что же может быть. Получается, что ответственность несет почтовое отделение. Китайцы сразу же отверг мой диспут, но я решил выставить хотя бы 100 долларов, я обострил, спор, я не знаю. Но смотрение администрации, что они решат. Но тут, вот лично я так думаю, что 99%, что просто это будут потерянные деньги, продавец с Алиэкспресс ничего не вернет. Можно биться только с почтой и им что-то доказывать. Что касается, лучше где покупать, в Китае или в Америке, где вам больше гарантий вам дается. Если вы покупаете в Китае, то, как правило, они затамаживают очень дешево. То есть на почте вам могут вернуть сумму, на которую был затаможен товар. То есть, допустим, этот Анил был затаможен в 20 долларов всего лишь. То есть по факту почта вам вернет 20 долларов. Если вы заказываете с Америки, американцы очень дотошные. Они, если вы купили за 200 долларов вещь, то они ее и затаможены с 200 долларов. То есть тут как бы двоякая ситуация. Во-первых, вы, если будете заказывать с Китая, вы не будете платить какие-то дополнительные пошлины. Но если вдруг случится такой вот казус, то просто вы не вернете всех своих денег. Поэтому решайте уже сами, где вам заказывать и где вам дают больше гарантий. Факт в том, что, ну вот как бы есть такие моменты, что, во-первых, сами китайцы обманывают, а во-вторых, некачественная работа почты. Слава богу, я лично еще не сталкивался с таким вот случаем. Я сколько получал посылки, они были вскрытые, досмотрены на таможне, но приходил полностью весь комплект. То есть не буду грешить на почту конкретно Молдову, потому что пока что она работает нормально. Единственное, что только задержки со временем, а так, можно сказать, у нас все замечательно. А вот касательно почты России, вот такие вот нюансы. Смотрите сами, решайте сами, где вам что покупать.